Без маски никак? Под принуждением, под вашу ответственность. Я хочу пройти мимо рамки. Под принуждением, под вашу ответственность. Трое суток прошло, я сейчас хочу ознакомиться. А где его Антона Николаевича вы видели? А вы в своем уме с бумажкой разговариваете? Мы их теряем. А, нет, они прячутся. Антон Николаевич. Нет такого. Я у вас тут на входе стою, и я хочу пройти, ознакомиться с материалами дела. Если вы меня сейчас не пропустите, я составляю акт о том, что вы не допустили меня до ознакомления с материалами дела. Мне еще нужно передать лично в руки Амельченко Татьяне Романовне. Как-то нельзя, если можно. В руки есть, значит, можно. Правосудие РФ опять закрыто, да? Целиком полностью здание закрываете? Я так понял, вам запретили, да, общаться? Благодарствую, что признаете со второй попытки. Не пускает и все. Вот такое у нас правосудие РФ. Причина? Грамотное общение. Да Адольфа уже нет, уже давно сняли его, два года назад. Кто их знает? Они же молчат. Так вы мне что, отказываете? Терпение и маска, да? Все перетрут, да, как говорится? Так что, вы меня не пропускаете. Молчание – знак согласия. Тем самым было нарушено право на доступ к правосудию и право на защиту. Не задумайтесь, кому вы служите. Народ в лифт, они не работают, они служат. А думают, что работают. Правосудие РФ закрыто. Дальше первого этажа не пускают. Полностью здание закрыли. Посмотри, какой Герасимов молчаливый. Вообще ни слова не проронил. А у них у всех одинаковый статус. Вас же никто не заставлял, вы сами клятву дали. Так будьте любезны, исполняйте свои должностные обязанности. Я им кучу бумаги туда запульнул. Хитрят что-то. Поехали. Здравствуйте. Маску необходимо надеть. Обязательно? Без маски никак? Под принуждением, под вашу ответственность. Здравствуйте. Я хочу пройти меморамки. Документы знаете, куда? Полиция. Шестой участок. Ознакомимся с материалами дела. Маску, маску. Под принуждением, под вашу ответственность. Вас не приглашали. Сказали пригласят. Когда? Так три дня прошло. Сказали пригласят. Номер телефона скажите. Три-два-три вы сказали? Вот перезвонили, сказали, что завтра в четыре можете подойти. В смысле в четыре? Трое суток прошло, я сейчас хочу ознакомиться. Тогда дозвонитесь. Какой трое? Пять суток уже прошло. Так я звоню, они трубку не берут. А где вы Антона Николаевича увидели? А вы в своем уме с бумажкой разговариваете? Чего они трубку-то не берут? Не могу знать. А вы можете от себя набрать их? А вы можете от себя набрать их? Да, известно. Мы их теряем. А, нет, они прячутся. И зачинем эти ладо все по совести. Антон Николаевич. Нет такого, живой мужчина, хозяин. Здравствуйте, Антон Николаевич. Хозяин имени Антон. Вас беспокоит судебный участок номер 10, секретарь судебного участка. Мартынова Наталья Рашидовна. Я приглашаю вас на 27 января в 16.00 знакомиться с гражданским делом. Я у вас тут на входе стою, и я хочу пройти и ознакомиться с материалами дела. Замечательно. Я вам повторяю. Будете знакомиться с гражданским делом 27 января в 16.00. Значит так, девушка, представьтесь, пожалуйста, как ваша фамилия и мемочная. Я уже представлялась, я все уже вам сказала. Я секретарь судебного участка номер 10. Тогда меня послушайте. Я более чем 5 суток назад направил волеизъявление на ознакомление с материалами дела. 5 суток прошло, вы меня не пускаете. Вы нарушаете право на защиту. Информацию вам повторить? Я, я, да слушайте сначала. Если вы меня сейчас не пропустите, я составляю акт о том, что вы не допустили меня до ознакомления с материалами дела. Можете составить, завтра подъявить. Завтра будете знакомиться с делом. Сегодня же будет отправлено в ККС, совет судей, председателю суда и т.д. и т.п. Здравствуйте. Что, не здоровьтесь? Что-то они трубку не берут. Может, наберете от себя? Мне мало того, что надо ознакомиться с материалами дела. Мне еще нужно передать лично в руки Амельченко Татьяне Романовне. Как-то нельзя, если можно. Руки есть, значит, можно. Что, правосудие РФ опять закрыто, да? Целиком полностью здание закрывает? Я так понял, вам запретили, да, общаться? Вы вроде хотели набрать это от себя. Вам перезвонят, что тут. Не перезвонили? С 6-го никто не звонил. А? А кто вас снимает? Благодарствую, что признаете. Со второй попытки. А то, что вас снимают видеокамеры, вон у вас это, по всему зданию, вас это не стесняет? Целые здания уже закрывают. Да? Отдел полиции закрывали. Городской суд. Не пускают и все. Вот такое у нас правосудие РФ. А причина? Причина? Грамотное общение. Все, это не надо. Да, Адольфа уже нету. Уже давно сняли его, два года назад. Как они его использовали? А? Да вот так. А может причина в том, что общественный комитет по борьбе с коррупцией. А может быть удостоверение журналистов. Кто их знает? Они же молчат. Так вы мне что, отказываете? Я вас правильно понимаю? Да никто меня не перезванивает. А? Что? Терпение. Терпение и маска, да? Все перетрут, да? Как говорится. А можно посмотреть ваш этот антисептик? Вынесите, пожалуйста. Это для всех или для вас только? Сергачев, а как по имени? Не подскажете? По имени можно обращаться? Барабанова есть? Да. Как зовут? Владимир? Николай. Николай? Николай. Подайте, пожалуйста. Я хочу для вас же это сказать, что там находится. Вы видите, что даже состав заклеен? А знаете, почему заклеен? Потому что токсины содержит, скорее всего. Так что, вы меня не пропускаете. Я вас правильно понимаю? Молчание – знак согласия. Под принуждением, под вашу ответственность. Благодарство. Что, они не позвонили? Нет. Что делать? Канцелярию можешь набрать? Ну, почитай сначала, потом распишись, да? Мужчина, не желаете вы поучаствовать в правозащите? Акт подписать. О том, что не пустили в здание и не ознакомили с материалами дела. Просто зафиксировать так. Очевидец. Не свидетель и не понятой. Очевидец. Ну, почитайте сначала. Могу зачитать, если не ясно. Это же так же написано? Имя, отчество, фамилию. А это все. Поэтому у нас статус такой. Обязательно. Можете так же написать. Живой мужчина с именем стакан. Благодарствую. Девушка, не желаете поучаствовать? Подожди, я сейчас зачитаю. Я вам зачитываю акт. Город Сургут, Гагарина, дом 9, 26.01.2021, 10.13. Вы мешаете работать? Я вам не мешаю. Более 4 дней назад через систему ГАЗ правосудия в Сургутский городской суд мировой. Так, мировой суд было направлено в вылезь явления на ознакомление с материалами дела. Номер 02-62-88, дробь 26-10, дробь 20-20. 26.01.2021, 10.00. Я пришел по адресу город Сургут. Вот это здание. Улица Гагарин, дом 9. На судебные приставы Мигачев и Герасимов отказались общаться и молчали, и не пропускали в здание. Дальше проходной. По телефону 778-323 никто не отвечал. Многократно. Тем самым было нарушено право на доступ к кровосудию и право на защиту. Расписались три очевидца. Озвучено на проходной в 10.26. Расписаться не желаете своих действий? А, Николай? Письменно отказать не желаете? В доступе к правосудию? Нет, не желаете? Под принуждением, под вашу ответственность. Не задумайтесь, кому вы служите. Народу ли? Благодарствую. Кого работаете? Да они не работают, они служат. А думают, что работают? Не, не хотят они. Еще раз, несколько раз позвонил им. Трубку не берут. Вот так у нас опять правосудие РФ закрыто. Дальше первого этажа не пускают. Полностью здание закрыли. Ну, если они на завтра назначили, значит, у них дело, так сказать, готово? Да какое готово? Я еще пять суток назад направил. Они еще два дня назад должны были приготовить. А они просто решили замурыжить? Ну, замурыжить послезавтра. О, завтра будет известно, замурыжат они или не мурыжат. Если завтра тебе уже доступа не будет, тогда это уже будет понятно, что... А почему именно завтра? Что, Кельжанов завтра выходит или что? Возможно. Может, и подарок готовят. Действительно. Сегодня только Герасимов был. Смотри, какой Герасимов молчаливый. Вообще ни слова не проронил. Другой прыгки какой? А? Не, к Мигачеву вообще претензий нет. Он молодец. Он, видишь, и антисептик дал посмотреть. И пообщался немножко. А кто выше, Герасимов или Мигачев? А у них у всех одинаковый статус. Не, я имею в виду рост. А рост там? А какая разница? Я не просто не понимаю, кто Герасимов, кто Мигачев. Да, у них одинаковые все звания. Младший что-то там лейтенант. Все младшие. Они в здании не пропускают? Ну, а что они скажут? Особый режим. А что особый режим? Ну, особый режим скажут. Так пускай спустятся, поговорят со мной. Они даже трубку не берут. А что за это? Игнор полнейший. Сколько у них по срокам готовка дела? Три-трое суток. А, трое суток? Да, отправляешь. Трое суток прошло, все, пришел. Пока поперчат, пока посолят. Пока поварят. Дело не готово. Вас же никто не заставлял. Вы сами клятву дали. Так будьте любезны, исполняйте свои должностные обязанности. Отдавали ли? А? Отдавали ли? Ну, никто не знает. Никто не знает? Вот, наверное, поэтому и сопротивляются, потому что не давали никакую клятву. Все можно сказать. Видать, я их это совсем в угол загнал. Раз даже в здание не пускают. Логично? Не допускают к ознакомлениям. А в связи с тем, что ты подал, тебе это очень важно. Конечно. Они понимают, чем это... Я им кучу бумаги туда запульнул, и они мне всячески по телефону уверяют, что оно все зарегистрировано, передано якобы этой судье, Амельченко, но при этом не знакомятся с материалами дела. Хитрят что-то? Ну, тут два момента. Или они знают, что ты в любом случае ведешь фиксацию, этого они боятся, да, там, судни попадут. А второй момент, что значит, ты что-то подал, то, что раньше не подавал, и на которое обязательно должен быть ответ. Да. А что не подавал раньше, я не знаю, что будет. У тебя время есть? Для чего? На почту я хочу съездить. Ну, я это... Или я это... Может, на почту закинуть меня, я тебе это отпущу. Да, у меня сейчас уже говоришь, ты все помнишь. Ну, хочешь, пошли со мной. Да. Сейчас я именно через почту это все запульму. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова